Для того, чтобы получить спецификацию на нашу секцию, нам необходимо нажать на вкладку «Вставка». После этого перейти в вкладку «Таблицы» и нас интересует с вами список вырезов сварного изделия. Нажимаем на него. Нажали на него кнопкой и теперь нажимаем на вид нашей модели, то есть на нашу секцию. После этого у нас появится панель управления нашей будущей таблицей. Нажимаем галочку «Ок». Вот наша спецификация на наш забор. И как мы видим, она сейчас у нас с вами абсолютно пуста. Для того, чтобы заполнить ее, нам необходимо вернуться на модель нашей секции забора. Переходим с помощью «Контр Таб» на модель. После этого нажимаем на список вырезов и вот элемент списка вырезов. Нажимаем правой кнопкой и нажимаем кнопку «Свойства». Здесь нам необходимо ввести новое свойство и первое, что нас будет касаться, это описание. И в описании мы пишем слово «Фундамент», так как у нас подсвечена внизу секция фундамента. Переходим на следующий элемент списка вырезов. Следующий элемент у нас колонны. То же самое. Новые свойства. Добавляем описание и вводим труба 80 на 80 на 3 мм. Следующий элемент списки вырезов – это перемычки, на которые крепятся наши доски и соединяется это все с колоннами. Здесь мы также добавляем новое свойство. Записываем описание и добавляем как труба 50 на 50 на 3 мм. Следующий элемент – уголки. Он нас не интересует, потому что идет у нас в комплект трубы. Но так как мы будем делать с вами общую спецификацию сейчас на всю секцию забора, давайте так и запишем. Здесь уже есть слово «Description», то есть по-английски это и будет описание. И здесь забит уголок равнополочный. Мы можем изменить данный текст, чтобы он читался у нас более хорошо. Не будем сейчас указывать ГОСТ, просто напишем уголок равнополочный 50 на 50 на 3 мм. Следующий элемент у нас тоже самый уголок, поэтому мы копируем свойства «Description» из предыдущего уголка «Последующий». Следующий элемент – это у нас заглушка. Заглушку мы можем описать в виде описания. Добавляем текст «Заглушка колонны». Следующий элемент – это у нас заглушка перемычки. Переходим на следующий элемент. Следующим элементом у нас является столбчатый фундамент нашей колонны. Так и запишем. Введем новое свойство, забиваем описание и пишем столбчатый фундамент. Следующий элемент у нас – горизонтальная арматура, которая проходит по телу нашего фундамента. Ее мы не будем с вами вводить, потому что она будет у нас дана в самом фундаменте. Следующий элемент у нас также пойдет – арматура горизонтальная. Еще одна арматура. Вот арматуру мы не записываем с вами. Вот следующий элемент – это у нас шайбы. Так и запишем. Description выбираем, описание и пишем шайба А8. Следующий элемент – это болт. Болт М8. Последний элемент в нашем списке является гайка М8. Нажимаем ОК. После этого переходим обратно на наш чертеж. Нажимаем на наш столбец. И теперь в левой части нашего экрана свойства элементов списков вырезов. Нажимаем кругляшок. И здесь выбираем с вами именно описание. И как мы видим, как только мы выбрали слово описание, элементы, которые мы сейчас с вами заносили, у нас стали отображаться. Мы пропустили с вами доску. Давайте мы ее сейчас внесем. Но прежде чем мы также заполним столбец длина. Нажимаем. Выбираем здесь слово длина. И все элементы, у которых уже обозначены длины, они начинают обозначаться в нашем списке. Добавляем также столбец. Правой кнопкой мыши вставка столбец справа. Наш столбец еще интересует количество. Количество мы отсюда удалим, а здесь добавим. Нажали на столбец. Свойства списков вырезов. Выбираем слово quantity. И после чего вот наше количество здесь в нашей таблице обозначено. А этот столбец, правая кнопка мыши, нажимаем удалить столбец. Отлично. Спецификация у нас практически готова. Единственное, нам осталось с вами добавить сюда доску. Вот наш забор. Теперь нам на списке вырезов необходимо правой кнопкой мыши нажать слово свойства и найти доску, которая у нас облицовывается наш забор. Этот элемент у нас четвертый снизу. Здесь мы вводим также слово описание. Вводим слово доска 100 на 20 миллиметров. Если вы помните, у нас у доски нет слова длина. То есть у нас доска не обозначается, не имеет свойства длины. Поэтому в таблице она не отображается. Давайте теперь в таблице сделаем, чтобы отображалась и длина нашей доски. Вводим новое свойство. И здесь мы ищем слово длина. Добавили слово длина. После этого первая доска, которую мы рисовали, эскиз, на нее два раза нажимаем. И теперь нажимаем на размере. Нажали на размере и в нашу таблицу добавился этот размер, который и будет отображаться в нашей спецификации. Нажимаем ОК. И давайте теперь посмотрим все так, как это было задумано. Контр-таб. И мы видим теперь, что в строке доска 100 на 20 миллиметров у нас теперь в столбце длина отображается длина нашей доски. Итак, у нас получается 16 досок длиной 1700 миллиметров каждая. Какой столбец нам еще необходим в нашей спецификации? Этот столбец касается фундаментов. Нас здесь интересует объем, чтобы строители понимали, сколько кубометров бетона им необходимо заказать для нашего забора. Итак, нажимаем на наш столбец правой кнопкой мыши, нажимаем слово «Вставка», столбец справа. Здесь теперь опять мы нажали, выбираем свойства элементов списка выреза и выбираем с вами пункт, которого у нас еще нет. Давайте нажмем «Ок». Мы перешли на нашу модель и теперь нажимаем правой кнопкой мыши на элементе списка вырезов. Нажимаем кнопку «Свойства». Так как у нас подсвечивается фундамент, а он нам здесь нужен, мы вводим в графе новое свойство объем. Слово «Объем». Дальше у нас проставляем текст и после этого мы выбираем здесь значение объема. Нажимаем галочку «Ок». Также мы забыли с вами для столбчатого фундамента ввести значение объема. Ищем теперь в списках вырезов объем. Вот он у нас. Здесь вводим слово «Объем», «Текст» и находим здесь объем. Нажимаем «Ок». Переходим на нашу таблицу. Так. Теперь столбец «Материал» изменяем на объем. И теперь видим, что наш объем также присутствует в двух строках. Там, где у нас фундамент, цоколь, и там, где у нас столбчатый фундамент под каждую колонну. Мы с вами понимаем, что в этих двух элементах происходит свойство такое, как объем, который зависит напрямую от стоимости нашего забора. Единственное, нам неудобно то, что наш объем записывается в миллиметрах. Давайте исправим данное значение с помощью следующего действия. Нам с вами необходимо в правом нижнем углу нажать вкладку «Настройка». Дальше нажать «Редактировать единицы измерения документа». После этого найти строку на единицу объема и миллиметры кубические изменить на метры кубические. Нажимаем кнопку «Ок». После этого нажимаем кнопку «Светофоры». И, как видим, наша спецификация изменилась, и теперь она в метрах кубических. Итого, наш фундамент имеет объем 0,5 метра кубических, а столбчатый фундамент имеет объем 0,08 метра кубических. На одну штуку, следовательно, два будут 0,16. Какие свойства еще мы можем добавить в нашу спецификацию? Так как забор у нас с вами деревянный, неплохо бы знать площадь покрытия нашей доски, для того, чтобы можно было рассчитать краску. Тем же самым действием выполняем добавление площади покрытия. Нажимаем правой кнопкой мыши на таблицу «Вставка», «Столбец» справа. Ищем с вами здесь свойства элементов списка вырезов и ищем с вами площадь покрытия. И видим, что ее нету, да? Нету этой площади покрытия. Возвращаемся в модель «Control Tab». Вернулись в модель. Нажимаем список вырезов «Свойства». У нас доска – это, по-моему, четвертый элемент с конца. Вот она наша доска. И добавляем новые свойства. Так. Здесь у нас нового свойства нет уже заготовленного. Поэтому мы с вами пишем площадь покрытия. Оставляем поле текстовым. Нажимаем здесь галочку. И теперь ищем слово «Площадь поверхности». Нажимаем «Ок». «Control Tab». И наша спецификация сейчас с вами изменится. «Площадь покрытия». И вот, как мы видим, у нас для нашей доски появилась цифра площади покрытия для одной доски. Чтобы изменить площадь покрытия, мы должны выполнить то действие, которое мы повторяли с объемом. Чтобы изменить площадь покрытия, мы должны с вами сделать то же самое действие, что мы делали с графой «Объем». Переходим в «Настройка», «Редактировать единицы измерения документов». И в строке «Длина» меняем миллиметры на метры. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Светофор». И как мы видим, площадь покрытия теперь у нас стала 0,41 м2 на один элемент. Итак, нам осталось удалить ненужные с вами элементы в нашей таблице. Ненужные у нас с вами элементы – это те элементы, которые мы решили не вносить в нашу спецификацию. Это арматура. Поэтому выделяем все строки, которые нам не нужны. Нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем «Удалить строка». Удаляем. Удаляем. Вот и все. Наша спецификация на забор, на нашу секцию готова. Вам осталось ее разместить на чертеже. И можно отдавать монтажникам на просчет количество затрачиваемых материалов и цены работы на нашу секцию. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...